Добрый день, дорогие друзья! Ну, все вы знаете, что сейчас происходит в Канаде. Тот самый «Конвой свободы», кто смотрел фильм «Конвой» в 86-м, его показывали в «Союзе», представляет, о чем идет речь, известные события. И у нас на связи известный блогер, и сам, кстати говоря, дальнобойщик, принимающий участие в этих событиях, Богдан, он же Невский. Здравствуйте, Богдан! Здравствуйте, Максим! Я рад общаться с вами, спасибо за то, что изъявили интерес, выразили интерес к событиям, которые у нас здесь происходят. Это очень приятно, это очень важно. Я, как вы сказали, сам блогер, я стараюсь изо всех сил осветить все, что здесь происходит, не только потому, что ради интереса показать, что да как, а потому, что у нас здесь происходит что-то не совсем обычное. То есть у нас здесь реально абсолютно мирный и очень настойчивый протест с использованием, то есть мы дальнобойщики с использованием грузовиков. Сейчас, через какое-то время, я даже выйду на улицу, я покажу вам грузовики, может быть, даже пройдемся чуть-чуть, посмотрим. Поэтому я стараюсь показать все как есть, потому что протест такого рода, что, в принципе, нас только можно услышать. Мы не даем изо всех сил никакого повода для того, чтобы нас кто-то разгонял. Давайте я вам поверну камеру. Я сейчас сижу в грузовике, напротив меня день и ночь, я уже здесь нахожусь 7 дней. Стоят полицейские машины, там охрана парламента, там левее парламент. И все эти люди здесь стоят. Вот в этом автомобиле полицейском вообще девочка, девочка-офицер полиции, маленькая, хрупенькая, то есть она абсолютно не переживает. Я не переживаю, что здесь будет какой-то силовой сценарий развития событий. То есть это вам не Казахстан. Здесь никто никуда не будет врываться, здесь никто не будет ничего сжигать. Постоянно подходят люди. Сейчас, секунду, я ключ вытащил. Я думал, постоянно подходят люди. Да, я в Богдан, но сейчас я у меня есть стрим. А, окей. Да, окей. Но, unfortunately, я не могу поговорить с тобой сейчас. Окей. Окей, я буду смотреть все. Спасибо, у меня есть стрим сейчас, я очень радуюсь. Спасибо. Вот люди постоянно стучат, приносят еду, воду, спрашивают. Я машут, плачут, говорят спасибо. Говорят, что мы, это их надежда. У меня на канале куча народа пишет о том, что все смотрят и все надеются, потому что то, что произошел вот этот вот конвой свободы в Канаде, это самый первый случай. И это послужило тому, что и в других странах это начинается. Поэтому крайне важно рассказать и показать, как здесь это происходит. Потому что здесь... Богдан, одними, в Оттаве находитесь. Понятно, если вы показываете парламент, это Оттава. Мы все помним, что события начали с того, что правительство Канады заставило, известно, делать принудительные уколы тем, кто пересекает границу со Соединенным Штатом. Это уже стало последней каплей. И водители грузовиков, трек-драйверских, соответственно, начали, как там, не знаю, Стивена Кингер, грузовики. И все, пошли, собственно говоря, на Оттаву. Нам здесь говорят, что даже сейчас уже часть развернулась, пошла к американской границе протестовать дальше. Но я вижу, что вы все-таки стоите лагерем здесь. Смотрите, участвует очень много грузовиков. Но, к сожалению, далеко не все пустили в Оттаву. Я сюда приехал 28 января, это был мой день рождения. Я стремился как можно ближе подъехать к парламенту, потому что я блогер, чтобы мне было проще рассказывать, показывать, какой смысл мне стоять где-то на подступах к Оттаве. Это было бы бесполезно. Я в самом центре. Но сюда они перестали пропускать другие грузовики. Грузовиков очень много. Их, по сути, трудно даже сосчитать. Говорят, 70-100 тысяч из США приехали. Поэтому есть грузовики, которые находятся до сих пор где-то рядом с Оттавой. Есть такие, которые, насколько я знаю. По крайней мере, ко мне тут подходили люди, говорили, что они одни из организаторов. Спрашивали мое мнение. Я сказал, что стоять под Оттавой, на мой взгляд, смысла нет. Для того, чтобы было эффективно, надо ехать и в другие города. Так как я здесь все время чем-то занят, я не смотрю на то, что происходит в других городах, но должно. Я знаю, что перекрывают границы, едут другие города. И отступать никто не собирается. Как вы правильно сказали, наверное, последняя капля была то, что запретили дальнобойщикам пересекать границу. Ну, как сказать, если быть точным, они не то чтобы запретили пересекать, они сказали, что ты можешь вернуться. Ну, после каждой поездки ты должен сидеть две недели в карантине. Но это то же самое, что запретить. Вот я как раз один из тех, которые все время я ездил из моей провинции Квебек в Нью-Йорк, Нью-Джерси, Пенсильвания. Вот в эти вот места. То есть мне в одну сторону я еду, там я разгружаюсь, на следующий день я возвращаюсь назад. И вот после вот такой поездки мне надо сидеть две недели в карантине. То есть, ну, это, по сути, запрет на работу. Люди, идея делать такой конвой возникла у людей, которые из Ванкувера, если кто из зрителей посмотрит на карту, это самый западный берег Канады. Это очень, это далеко. Вот Канада по размерам, она сопоставима с Россией. То есть это, ну, почти представьте, как с Владивостока начали ехать в Москву дальнобойщики. Ну, вот у нас это вот с Ванкувера в Оттаву. Ну, это, конечно, ближе, чем с Владивостока, но примерно можно сопоставить. Так вот, люди просто объявили, что они едут. Из-за ТикТока это стало известно. Это начало, то есть, ну, наверное, практически все уже, как только они еще не начали ехать, а уже все знали, что едет конвой. Поэтому поддержали из других городов. В Канаде-то городов-то не так и много. Тут, по сути, я могу перечислить. Крупные города это Ванкувер, Эдмонтон, Калгари, Виннипег, Торонто, Монреаль, Квебек-Сити, Оттава. Все. И вот, по мере продвижения конвоя из Виннипега, извиняюсь, из Ванкувера, остальные города начали присоединяться. Даже если они не встречались с конвоем, они просто начали писать конвой и едут на Оттаву. Вот, вот так, спонтанно, спонтанно. Понятно. Премьер Крюдо забил своего, так сказать, понятно, как таракан в носовую изоляцию. Хотя вначале говорили, что это ничтожное ничтество протестует. Нет, мне прислали сообщение, поэтому, к сожалению, мне надо там пальцем было нажать, было видно палец, извините, но очень много всяких телефонных звонков, люди отправляют сообщения. Я через телефон, поэтому прошу прощения. Все понимаем. То есть сейчас настроение в Канаде, так понимаю, резко переломилось на симпатии сердца на вашей стороне. Там действительно, потому что, говорю, ребенок пытался сказать, что это меньшинство. Слушайте, в любой стране мира, в любой стране мира, к сожалению, СМИ и пропаганда – это страшная сила. Это также точно не исключение и Канада. США, Канада. Вы помните, что происходило в прошлом году после выборов в Вашингтоне? То есть, в общем, ложь на лжи. Поэтому то, что говорит Трудо, здесь все плюются и говорят, ну это лжет. Все это прекрасно понимают. Все это прекрасно понимают. Я вам скажу так. Сейчас будний день. Людей, да, немного, потому что все-таки люди ходят на работу. Я не имею в виду тракеров, я имею в виду, которые приезжают. Но что здесь творилось на выходных? Что здесь будет твориться, я вас уверяю? Следующие выходные, тут просто море людей. И сейчас, в будние дни, вот они все время ходят с флагами, машут, подходят, спрашивают, что вам надо. И знаете, какой самый важный и распространенный вопрос, который я слышал? Как долго вы будете стоять? Как долго, они спрашивают, ты здесь стоишь? Я говорю, что сейчас, на момент, сейчас у нас какое число? Ну, сейчас у нас с вами, когда мы записываем этот репортаж, с вами у нас третье число, я здесь нахожусь уже 7 дней. Когда люди слышат, они плачут. Они плачут, говорят спасибо. Они спрашивают, что нужно. Носки приносят, еду приносят, солярку приносят. Питье приносят, воду приносят. Ну, вот давайте я сейчас разверну. Вот, например. Сейчас. Как развернуть? Ну, давайте пока вы разворачиваете. Вот, вот, вот так вот, вот так вот люди ходят с флагами, с детьми. Здесь постоянно, здесь постоянно, вот, ходят. Здесь постоянно ходит один мужик прекрасный со своим сыном, который все время спрашивает, все, что нужно. Все, что нужно, только стойте. Потому что вы стоите, вы стоите за каждого из нас. Вы стоите за нашу свободу. Вы стоите за то, чтобы, он говорит, вы стоите за то, чтобы мои дети жить. У меня у самого трое детей. Я понимаю ответственность. Извините, может, я эмоционально говорю, я вам, по сути, не даю ничего сказать. Я сам отец троих детей. А, Богдан, ну, я тоже так почитал, что там пишут приезда. Уже какие-то требования, в общем-то, ну, помимо известного отказа от принудиловки, какие-то требования политические прозвучали. Ну, я сам бунтовщик. Я в 93-м году, так сказать, тоже выжил под пулеметным огнем. Вот, ну, скажем так, я понимаю, что такое массовое выступление. А вот какие-то политические требования уже, соответственно, как-то выкристаллизовались. Есть какое-то общее мнение? Вот я считал, что просто там труду в отставку. Смотрите, смотрите, люди требуют, люди требуют, чтобы труду ушел в отставку. Вот, но я вам могу сказать так, что, в принципе, если, может, я кого-то удивлю, канадцы прекрасно понимают, что труду – это просто пешка, которая, по сути, не имеет значения, будет трудой или будет кто-то другой. Люди, прежде всего, хотят, чтобы отменили все вот эти мандаты, ограничения, потому что эти издевательства уже всех замучили. Они, люди понимают, что идет строительство нового мирового порядка. Везде в мире и в Канаде в том числе. Люди, даже те, которые прошли известную процедуру, они понимают, начинают понимать, что здесь дело идет вообще даже не о здоровье людей, а здесь просто новое мировое, какое-то строительство нового мирового порядка. Поэтому, по сути, я вам скажу, я, ну, это мое мнение, я думаю, что если там завтра, послезавтра, через несколько дней труду просто отменят эти все мандаты, он сохранит свой пост. Я думаю, сохранит. Но, в принципе, люди, ну, те флаги, которые они носят, мы с вами на Ютубе, я прекрасно понимаю, что я не буду произносить слова, начинающиеся на F, известное английское ругательство, F трудо, и трудо должен уйти. Чем это закончится? Есть у меня, как бы, немножко пару слов мыслей на эту тему. Смотрите, как я уже сказал, мы здесь стоим мирно, никто не собирается входить ни в парламент, ни в какое из правительственных зданий. Я вчера утром, мимо меня проходил член парламента, который остановился поговорить, я у него спросил, я говорю, что, ну, мы наблюдаем, что ваши дебаты в парламенте, вот эта вот словесная борьба, драка, словесная, это все-таки не Верховная Рада, тут никто кулаками не машет, но я говорю, мы здесь стоим для вас как аргумент для того, чтобы вы имели больше рычагов повлиять для того, чтобы перестали гробить экономику, перестали убивать народ и оставили всех в покое. И он говорит, что они стараются, он говорит, что это болото такое, в котором действительно трудно что-то решить, они стараются, значит, одно из последних новостей, здесь есть несколько политических партий, труду он относится к либералам, к примеру, лидер консерваторов вчера потерял свой пост, избрали женщину, которая полностью за нас. Будем надеяться на то, что все будет в порядке. Но, чтобы все понимали, действительно, действительно, для того, чтобы нас услышали, надо очень долго простоять. Если бы здесь кто-то заскочил, то, естественно, это было бы все, наверное, быстрее. Но тогда бы нас бы точно обвинили, что мы террористы, а здесь никто не пришел разрушить. Никто не хочет ничего угробить ни в столице, ни в стране. И я, всем, кто смотрит, всем, кто будет обсуждать подобные мероприятия, конвои в Европе, в Австралии, я не знаю, кто его знает. Я надеюсь, что в России до этого не дойдет. Я надеюсь, что людей не будут всему этому заставлять. Но, к примеру, Украина заставляет. Вот даже Украина, на мой взгляд, хватит разрушать. Делайте мирно. Ну, в общем, мы стараемся дать пример. Понятно. Ну, уже пошло по миру волна. Действительно, Австралия действительно, уже в европейских странах, кое-каких, в Соединенных Штатах, по-моему, тоже вас поддержали. Да, да, да. Американцы, вот, наверное, наверное, Байден ненавидит ТикТок, потому что эта китайская платформа все забито. Все забито тем, что происходит, все следят, тем, что происходит в Оттаве. Сколько, сколько американцев говорят о том, что мы смотрим на канадцев, мы удивляемся. Такой, такой, как бы, тихий народ. Мы тут, американцы, куча оружия тут у всех, у канадцев оружия ни у кого нет. Но, вот они молодцы, а мы, американцы, где, чего, все стоим-то. Такие призывы. Просят тоже мирно. Я уже видел, сами поищите, я сейчас не могу вам точно никакие видеоматериалы, но я видел, что стираются, организовываются, делают. Американцы, профсоюз о драгнобойщиках, это очень серьезная сила. Это не действительно так, подождем. Да, там сколько судебных исков, там сколько борьбы, они тоже борются. Но, слушайте, ребята, но это, это болото. Если кто думает, что в Америке и в Канаде это есть какие-то права и демократия, так я вам могу сказать, что в России этих прав и демократии в разы на порядке больше. Здесь ни хрена этого нет. Это все было придумано только для того, чтобы вот сказочки какие-то. демократия, демократия. Давно в Канаде, Багрэн, 13 лет. 13 лет. 13 лет. 13 лет. Ну, я был наслышан, что в Канаде при внешней, если это демократически, там, конечно, там очень суровый контроль за гражданами. Честно говоря, я не очень расслышал, повторите. Ну, несмотря на внешний такой либерализм, в Канаде жизнь очень непростая, там теле плотный контроль над гражданами. Мне об этом рассказывали еще 20 лет назад. Вот. Ну, так сказать, ваши впечатления по этому, что в 12 лет живете, они очень ценные. Вот. Ну что, Богдан, я думаю, что наши зрители поняли, но вы обещали выйти, показать что-нибудь. Или это трудно? Хорошо, давайте. Нет, это не трудно. Это не трудно. Я, конечно, старался поменьше выходить, но раз обещал... Ну, такая пьянка, давайте покажем. Раз обещал, давайте я разверну. И действительно, меня нормально слышно? Да, да, отлично слышно, спасибо. Вот, хороший партаж. Давайте я объясню. Смотрите, вот я стою на этой улице, здесь вот есть три грузовика, потом полиция перекрыла какой-то участок, потом дальше. Та улица, как раз вот в этом случае, она забита вся. То есть, по той улице уже никто проехать не может. Как далеко туда дальше, я не ходил. Я не ходил. Но самое интересное, это там, где стою я. Ну, не только я, и правее от меня. Потому что это улица, которая находится непосредственно, вот, где находится парламент. Парламент находится вот там. Мы с вами туда еще сходим. Вот, стоят, стоят грузовики здесь, стоят там, дальше, за углом, стоят много где. И давайте я с вами немножечко пройдусь. Я думаю, это будет вам очень интересно. И покажу. У меня пока позволяет батарея сделать такую вот вам такую презентацию. Смотрите, обращаю внимание. Я с вами иду. Здесь раньше стояли грузовики. Нет, здесь стояли легковые машины. Здесь попросили очистить, убрать, для того, чтобы вдруг чего можно было проехать скорой. Может быть, я не знаю, полиция та же, может быть, там, я не знаю, пожарные. То есть, город с одной стороны забит траками, но он не заблокирован. То есть, у себя на канале, к примеру, были люди, которые говорили, вот, вы приехали, вы там будете кошмарить город, кто-то может погибнуть из-за того, что просто не доедет какая-то скорая. Ничего подобного. Да, все движение. Здесь все организовано с помощью полиции. ни один из дальнобойщиков не спорил. Полиция знает, что мы приехали, что мы приехали, и нас надо, как говорится, разместить. Вот очень много сербов, очень много сербов здесь. Видите? Сердские флаги, очень много сербов. есть поляки, есть русские, как я, дальше есть еще. Но так близко к парламенту, вот там парламент, так близко к парламенту, по-моему, я единственный. И из русских блогеров, по-моему, больше никого нет. Я, в общем-то, всех знаю. Вот. Ну, вот смотрите, опять-таки, вот дорога. видите, здесь, здесь все открыто, там стоит полицейская машина, если какие-то правительственные машины должны проехать, видите, по той улице, там есть траки стоят, тут для нас, с левой стороны, а там открыто. То есть здесь, здесь, по этой улице, через вот этот вот контрольно-пропускной пункт заезжают все, которые работают в парламенте, вот, они приезжают на свою работу, они видят, да, приедем кричит, свобода, а они проезжают, то есть все только для того, чтобы, давайте сейчас, говорится, пройдемся чуть быстрее, чтобы не затягивать, потому что это все-таки еще не у самого мы с вами парламента. Еще надо несколько минут пройтись. вот люди поставили палатки, приносят добровольцы еду, все время звонят, спрашивают, стучат, что надо. На вот этой крыше, на вот этой крыше несколько дней назад я видел стайперов, вот, я тут всем показал, походил, поспрашивал у полиции, нормально ли это, мне сказали, что да, это нормально, они там стоят всегда, когда есть какие-то мероприятия, например, там, ну, как сказать, день Канады, когда тут какие-то путешествия ходят, то есть нормально. Вот, ну, сейчас я их там не видел, но давайте сегодня пройдем, посмотрим, ну, наверное, их оттуда убрали, потому что сколько там могут стоять люди, во-первых, это зима, холодно, сейчас, кстати, теплее стало, а тут, когда я приехал в первый день, 22-25 градусов было. Богдан, вы откуда родом? Я действительно с этим пришлый, а вы? Я родом из Харькова, вот, поляк стоит. Я родом из Харькова. Понял, малоросы мы с вами, да. Я русский, русский человек. А я Кучеренко изначально, это понятно. Да, но сейчас тепло, судя, я с вами смотри по улице, где-то там. Как тепло? Я не могу вам сказать сколько точно, потому что мы уже с вами на связи, я не посмотрел сегодня. Ну, радусов 8. Да, видно. Радусов 8 примерно. Да. Смотрите, повесили, повесили, эти мешки для мусора. Вы посмотрите, мы идем с вами, люди очистили дорогу, лопатами расчистили дорогу. Все чистота. Вот так вот. Вот, и пока мы, кстати, идем. Вот вы сказали, что в Российской Федерации свободы больше, чем в канале. А в чем, например, это выражается? Ну, пока мы с вами гуляем. В чем выражается? Да. Посмотрите, во-первых, во-первых, русский человек, он сам по себе более, ну, может, такой, справедливый, если чего, они выражают свое недовольство. Вот смотрите, я приведу один пример. К примеру, у нас недавно в Канаде были выборы. Вот там вот на крыше стояли снайперы, я чуть дальше посмотрю, если будут, если увижу. К примеру, были выборы. Я могу представить, что было бы, если бы в России президента выбирали и ставили карандашиками. Я могу представить, если бы Путина выбирали и ставили карандашиками свои галочки. А здесь, ну, тут можно разные вещи говорить. Смотрите, и что? И что, к примеру, вот когда выбрали Байдена, в Америке хотя бы шум подняли по поводу по поводу того, что украденные выборы. Вы думаете, в Канаде хоть кто-нибудь, хоть где-нибудь сказал о том, что, а слушайте, а может все-таки сперли? Может все-таки что-то не так? Нет. Нет. Ну, вот это Канада, понимаете. И то, что здесь сейчас происходит, это крайне удивляет. Это крайне удивляет, потому что даже канадцы, которые здесь родились. Ладно, я эмигрант, но канадцы, которые здесь родились, они, вот мы с вами возле парламента. Да, да, да. Сегодня, как вы видите, людей немного, ну, для буднего дня людей немного, даст Бог, если я останусь здесь на выходных, если, еще, как бы я же сказал, я простудился, если ничего хуже там сильно не станет, останусь. Вот, но вот, вот стоит полиция, там стоят люди. Смотрите, еще один момент. Вот это, я сейчас подхожу к, этот фонтан, здесь и вода, воду выключили тоже, непонятно почему, а в центре, тут вода, а в центре горел огонь. Ну, наподобие, как вечно. Они выключили газ, для того, чтобы, тут тепло было от этого, для того, чтобы люди не грелись. Вот так вот. А вот там на крышах стояли снайперы, я видел. Но сейчас нет, я уже несколько дней смотрю, нет, они постояли, по-моему, если я не привираю, дня два. На этой крыше не было. На этой крыше не было. Вот парламент, люди сидят. И нас всех видят, вот этот самый центр. Политический кризис вы в Канаде вызвали. Причем в стране, в общем, относящейся уже не к периферии, а уже, в общем-то, к сердцевинному старому Западу. Ну, как в свое время там желтые жилеты во Франции. Но это, так сказать, тоже очень серьезное движение. Богдан, я просто, надо сказать, снимаю шляпку. Нет, в Российской Федерации могли очень жестко среагировать с полицейской силой. Такое, я просто знаю по ребятам-дельнобоям в Российской Федерации. Я думаю, смотрите, во-первых, прежде всего, я хотел бы все-таки немножечко заступиться за полицию, там, ОМОН Российской Федерации, потому что те вещи, которые во всех протестах творил народ, я, например, живя в Канаде, я удивлялся, как полиция старалась мягко реагировать. Сколько раз кричали, говорили, вы нарушаете закон, здесь, понимаете, здесь никто не разбил ни одного стекла, здесь никто не бросается на полицейские машины, здесь никто никого не убил, здесь никто ничего не сделал, поэтому повторю. В дальнобои стояли мирно, русские в дальнобои стояли мирно, не кидались и разгонялись все равно, ну, давай все тут, при своем не каждый, но уже стоят дальше. если меня слышно, тут более шумно, я стараюсь говорить громче, а вот, например, канадцы, надо отойти отсюда, тут музыка, я стараюсь погромче говорить, чтобы вам не сделать страйк из-за музыки, но я думаю, вы ее не слышите. Только слышу губную гармошку немножко, да. Да, это не губные гармошки, это траки, траки гудят. А, это грузовики гудят, все понятно. Вот, нет, великолепно, Богдан, все равно приятно работать, вы знаете, все подводки и карни. Разносят столярку, смотрите, разносят столярку, мне, мне сегодня заправили грузовик, почти до отказа. Ладно, отойду я подальше, чтобы я вас слышал и вы слышали меня. Надеюсь, меня было слышно. Да, в основном, в основном, напротив, в основном, напротив парламента стоят грузовики и вот так вот сигналят. Это все, что мы здесь делаем, но просто мы это делаем очень долго и будем стоять долго, потому что народ требует, чтобы нас услышали. Народ устал, народ хочет, чтобы перестали издеваться. Кстати говоря, от правительства вы какое-то, ну вы все-таки представитель малого бизнеса, вы какую-то помощь от правительства Канады в ходе этих событий известных, которые не стоит называть, а вы получали какую-то субсидию, кредит? Еще повторите, пожалуйста, если от правительства Канады были какие-то кредиты, субсидии, но помощь во время этих событий известных. Да, было, было. Но тут тоже все неоднозначно. К примеру, смотрите, тут все по-разному, тут нельзя все одинаково сказать, но лично, к примеру, для меня брать я не буду. Правительство Канады мне выделило 40 тысяч и вернуть эти деньги должен до 31 декабря 22 года, то есть у меня есть практически год. Там нет никакого, никаких комиссионных, но вопрос в чем, если кто-то сейчас скажет, ай, как круто, но вопрос в чем, мы здесь ощущаем, что деньги дали, но это дополнительная какая-то кабала, деньги они раздали, но они создают условия того, что я вернуть не смогу, понимаете, это очень важно. Даже без процентов, да. А потом, потом будут проценты. Но дело в том, что, понимаете, это, во-первых, на Западе все эти кредиты это как раз тот рычаг, который заставляет всех людей работать как рабам. Поэтому я говорю вам правду все как есть, но все-таки я считаю нужным пояснить, раздать, вот если там, где вы живете или там, где живет каждый из зрителей, вам раздадут даже по 40 тысяч, а потом их надо отдать. Но если у вас нечем будет отдать, у вас отберут все, вот в этом-то и кроется и кроется подвох. Поэтому а, к примеру, моей жене, ну, она не не является как бы владельцем какого-то бизнеса, у меня все-таки свой трак, это мой бизнес. Когда она несколько месяцев сидела дома, да, тоже дали помощь, а потом и налоги с этой помощи заставили заплатить. По сути, сколько дали, практически там, может, там почти столько же и вернуть надо. То есть это не сейчас тебе одна рука дает, другая рука забирает. да, налоги в Канаде достаточно тяжелые, это точно. Слушайте, послушайте, налоги в Канаде, еще два слова скажу. Здесь есть такие налоги, о которых люди, вот когда я сюда ехал, я даже не догадывался. Понимаете, вот мы идем с вами по улице, по любой улице, в любом городе, в селе, где угодно, это все убирается за счет, не за счет муниципалитета, не за деньги муниципалитета. У нас есть налог, называется муниципальный налог. Есть в каждой везде. Муниципальный налог, это вот, к примеру, я живу возле Монреаля, ежегодно я плачу три с чем-то тысячи долларов, по сути, вот это мой муниципальный налог. Есть у меня ну как бы какая-то уборка, вот у меня, например, на улице никто не убирает, у меня нет фонарей, ей-богу, я не знаю, для чего я плачу три с половиной тысячи ежегодно. Возьмем, к примеру, еще для примера школьный налог. Вот у нас всегда, знаете, обсуждают, вот там собирают на шторы, там вся, там вся. У меня, например, дети уже закончили школу. Есть люди, у которых там пенсионеры, у которых вообще нет детей, понимаете, но они все равно, они должны платить школьный налог. Мой школьный налог, мой, это где-то, по-моему, слушайте, столько налогов, что я даже все цифры не очень помню, где-то примерно тысячи полторы в год. Понимаете, чем дороже место, где ты живешь, тем больше этот муниципальный и школьный налог. то есть, если ты хочешь жить в хорошем месте, где будет красивое благополучие, то ты должен знать, что ты будешь платить огромные деньги. Понимаете, муниципальный налог может быть не 3,5 тысячи, как у меня, а может быть 15 тысяч в год. Если вы купили дом, если вы купили дом, вот, к примеру, в любом месте, где вы там не жили, вы покупаете дом, допустим, на Рублевке. Окей, на Рублевке. Но это ваш дом, это ваша недвижимость, это ваша собственность, она растет в цене, и вы, как говорится, богатеете. А в Канаде, если ваша собственность растет в цене, с одной стороны, это хорошо, с другой стороны, они увеличивают ваш налог. Ваша зарплата остается той же. Ей-богу, здесь есть столько нюансов, о которых обычно люди даже не представляют. Поэтому, кто хочет, зайдите на мой канал, посмотрите мои старые видео, я об этом очень много говорю. Канал Блогер БН Лайф. Еще раз, Блогер БН. Блогер БН Лайф. Я думаю, просто вы пишите Блогер БН, русскими буквами, Блогер БН, вы меня найдете. Отлично. Нет, Богдан, спасибо громадное за просто настоящий, так сказать, репортаж, почти полноценный. Мы увидели Канаду сейчас вашими глазами против Канады. спасибо вам. Если будут вопросы, контакт есть, звоните. Пока я здесь, если какие-то другие вопросы, будем на связи. Так, дайте на себя переверну, раз мы уже прощаемся, на себя переверну. Да, да, Блогер БН, еще раз спасибо. Вот, дорогие зрители канала, вы видите, что в ответ на некие глобальные действия происходит глобальное противодействие людей, неравнодушных граждан. Богдан, один из них, наш русский соотечественник. Для меня украинцы, великороссы, это все русские, белорусы. Так что, вот, Богдан, будем на связи. Вот, и спасибо вам громадное. До следующей встречи, дорогие зрители.